Так, ну что там по трэш-смэшу? Привет. Привет. Многие считают, что за последние полвека люди очень сильно изменились. Свободный доступ к огромным объёмам информации, мгновенной передаче сообщений в любую точку мира, доступное образование и так далее и тому подобное. От сегодняшнего общества ждёшь небывалых совершений, совершенствования методов мышления, рациональный подход ко многим сферам нашей жизни, ведь все средства для этого имеются. Однако, одна из наиболее важных сфер, сфера, во многом определяющая наш с вами уровень жизни, и сегодня является стандартом прямо-таки нерационального подхода, манипуляций и каких-то интриг. Речь о политике. И я хотел бы проиллюстрировать эту мысль цитатой одного физика, педагога и популяризатора науки Ричарда Фейнмана. О политике. Представьте себе двух политиков, баллотирующихся на пост президента. Заходит речь о сельском хозяйстве, и их спрашивают, «Как вы собираетесь решать сельскохозяйственные проблемы?» Один всё знает и сразу пошёл «Ла-ла-ла». Спрашивает второго. Он говорит «Не знаю. Я по профессии военный, и в сельском хозяйстве ничего не смыслю. Но думаю, проблема не из простых, потому что с ней сражаются уже 12, 15, 20 лет. Потому, чтобы её решить, я намерен подобрать себе людей, компетентных в этом вопросе, изучить имеющийся опыт, на что уйдёт какое-то время, а потом найти разумное решение. Не могу сказать заранее, каково оно будет, Но постараюсь придерживаться таких принципов. Не ухудшать положение индивидуальных хозяйств, а если возникнут трудности, то и так далее, и тому подобное. Думаю, в нашей стране такой человек никогда ничего не добьётся. Да и попыток-то не было. Основная масса так настроена. Человек должен на всё иметь ответ. И тот, кто сразу отвечает, лучше. Секунду, разве этот... Он с фоткой не ошибся, случайно? Лучше того, кто не отвечает. Хотя на самом-то деле всё обычно обстоит как раз наоборот. В результате получается, что политик всегда должен уметь ответить. Следующий результат — политические обещания сдержать невозможно. Следующий результат — никто не верит предвыбор... Я могу ошибаться очень сильно, то есть... ...ном обещаниям. Следующий — пренебрежение к политике вообще, недостаточное уважение к людям, которые пытаются решить наши проблемы и так далее. Фейнман сказал это в 1963 году на одной... Не ошибся, хорошо, ничего против не имели. ...своих публичных лекций. И сильно ли изменилось общественное восприятие в этой сфере сегодня? Я полагаю, что нет. Как я уже сказал, в наше время имеются все средства для преодоления этой проблемы. Однако, парадоксальным образом, люди всё так же, а в некоторых сферах даже больше, ведутся на манипуляции заинтересованных лиц. И это неудивительно. Есть такое, да. ...ведь помимо возможностей самообразования, появились и новые возможности для введения людей в... ...дебаты президентские 16-го года, по всей видимости. Блуждения? Я не очень интересуюсь политикой. Меня больше волнует то, что происходит в околонаучной среде. В связи с этим, давайте на примере недавних событий, взглянем на арсенал людей, готовых манипулировать огромной аудиторией. Я уже как-то рассказывал об антипремии ВРАЛ, премии за вклад в российскую лженауку. Так вот, в 2018 году в число номинантов затесался один... ...высокий, невероятно талантливый, успешный человек, чьим актерским способностям мог бы позавидовать сам Станиславский. Десятки тысяч поклонников готовы рукоплескать этому блистательному господину, а его фундаментальные труды получают самые восторженные отзывы на литературных сайтах. Евгений Николаевич Понасенков. Ну, успех действительно большой. Ну что, сейчас начинается опровержение того, что Понасенков великий, высокий и самый лучший, то есть и гениальный. Окей, ждем видео от Thresh Smash на тему того, что Зильберман не настоящий раввин. Нет, с пруфами. Как вы поняли, эго этого блистательного господина не могло потерпеть такой унизительной процедуры номинации на антипремию в РАЛ. Во время оглашения ее итогов, идейные последователи маэстро устроили нескоординированный перформанс. Суть следующая. Кто-то из преданных... Да, идейные последователи маэстро, именно так. ...хомячков или свободных наемников принес на балкон зрительного зала мегафон. Да-да, обычный мегафон. И закрепил его велосипедным замком. В час и... Мегафон. ...х, мегафон начал воспроизводить запись с ни много ни мало глазом божьим. И это не издевка. На канале Понасенкова так и написали. Вы ощущаете этот уровень скромности нашего метро? Выходка, конечно, забавная, но крайне... Ну, подожди, опровергни, что как бы он не бог. То есть, пруфы приведи точно. Несогласованное. Ведь кроме этого действия было еще кое-что. Часто на оффлайн мероприятия приходят своего рода провокаторы. Суть действия примитивно проста. Кто-то снимает происходящее на телефон, а кто-то задает неудобный, по его мнению, вопрос лектору. Вопрос, не связанный с темой доклада... Ой, идейный... Ух уж эти идейные последователи известных людей. Я помню, в 2007 году идейные последователи Анатолия Вассермана рейдили группы ВКонтакте, блядь. С порнухой. Даже подрачить нельзя было. Дешевка. Да, спасибо, Евгений, спасибо за 100 рублей. Очень благодарен. Да и часто не имеющий даже подводки к этой самой теме. Такой провокатор нашелся и на вручении этой премии. Причем прямо во время объявления финалистов. Можно вопрос? Вам лично, Александр. Да, я вас слушаю. Правда, вопрос остался неуслышанным. Ведь ее перебил тот самый глаз от адептов секты первого научного историка. Хорошо, спасибо. Ира. Да? Я выиграл 1000 рублей. Немоющий. Я была уверена, что проиграет. Саша Заковов обманул аудиторию. Вот и я говорю, не согла... Хе-хе-хе-хе-хе-хе. По-моему, смешно. Согласованность. Фейлы были и после всего этого цирка. Так, одному из организаторов этой премии, Александру Соколову, поступил звонок от девушки, которая представилась работником телеканала «Дождь». Якобы они организуют дебаты между Александром и Евгением. У меня есть задача конкретная. Соглашовать с вами с Кирилл Санасенковым. Это моя задача как продюсера этой программы «Время новостей». В чем проблема? Правда, при обращении в редакцию оказалось, что такого сотрудника на телеканале не существует. И тем более никаких дебатов не... Я не знаю, видео называется «Методы манипуляции в лженауке», но трэш-смэш сейчас пересказывает попытки троллинга в интернете, блядь, со стороны. Ну, я не знаю, фанатов-то на Сенкова, не знаю, как это еще назвать. Планировалось? Действительно. Я не знаю даже тогда, что вам сказать. Но эта выходка послужила поводом пригласить Александра Соколова на «Дождь», где он рассказал о попытках сорвать премию в РАУ. Так что соратники маэстро «Молодцы» создали самосбывающееся пророчество, ну, правда, не пошедшее на пользу репутации их идола. Вообще, такого перформанса стоило ждать, ведь даже на этапе голосования кто-то устроил масштабные ДДОС-атаки на сайты «Антропогенез» и премии «ВРАУ». 24 миллиона обращений. Стоит не держать... Анша Панасенков. Что? Вообще, знаете, на месте тех, кто совершал пожертвования Евгению Николаевичу, я бы задумался, а рационально ли расходовались их средства? А то мало ли ч... Я рекомендую как бы трэш-смэшу и, в принципе, вот зрителям вот подобной херни нагуглить... Ну, это будет сейчас пошло, потому что я это говорил уже много раз, а не только я, но... Вбейте в гугле слово троллинг. Серьезно. То есть, увидим, просто не понимаете, что это такое. Посмотрите, что такое был 10 лет назад проект Project Chanology какой-нибудь, да? Когда анониму сосрались с церковью саентологии и так далее. Ну, типа... Ну, серьезно, как можно? Как можно вот эту хуйню выдавать за методы манипуляции в луше науке? То есть, там сидит Панасенков, блядь. Координирует пранк... Пранки, блядь. Додос атаки, нахуй. Ну, это насколько нужно не иметь, в принципе, чувства юмора? Каким надо быть, в принципе, норме? И, блядь, ИРЛ... ИРЛ-НПС? Короче, чтобы... Чтоб вот этого не понимать. Почему Кузьма-свинья, а не троллью, не фак? Ну, вы же пятачок и копытца, как бы. Да, ой, пиздец. Когда Нормис сталкивается с интернет-троллингом, который чуть-чуть посложнее, чем... Ты хуй. Почему-то вот у них возникает непонимание. Не знаю, с чего-то связано, но... Ну, реально, ждем разоблачения Равина Зильбермана. Чего всплыть может. Еще на этапе голосования за финалистов Врал в сообществе антропогенеза начали происходить всякие странности. К примеру, очень похожие комментарии от недовольных граждан, по мнению которых Панасенков и Савельев незаслуженно попали в данный список. Вообще, однотипные комментарии не являются чем-то из ряда вон выходящим. Например, после моих видео о Савельеве, их тоже последовала масса. Можно сказать, годовая норма. Кто-то сравнил комментаторов даже с ботами. Но вот в случае налета на премию Врал, ребята из проекта 22 век пошли чуточку дальше и провели расследование. В ходе которого выяснили, откуда у подозрительного комментирования ноги растут. Не секрет, что интернет предоставляет очень много способов заработка для энтузиастов. Например, рассылка спама и платное комментирование. На одном из сайтов, где реализуются подобные услуги, нашлась парочка объявлений по стилистике, подозрительно похожих на обращение достопочтенного Евгения Николаевича. Ой, пиздец. Это же на серьезных чах видео снято походу. То есть, я не знаю, может быть, трэш смэш тоже троллят, блядь, и я просто долбоёб и не понимаю. Но, ну как бы... Ну это правильно, как и линк в чате пишет, кстати. Это вот понимание интернет-культуры на уровне, блядь, канала России. Или вот если кто помнит, древний репортаж в передаче Билла Орайли на Fox News. Вот эта классика про интернет-хейт-машин, когда, значит, бумеры с Fox News в, опять-таки, где-то в 2К восьмом примерно, и с не седьмом, рассказывали про фарчан, что это сайт каких-то ультракоммунистов, блядь, анархистов, значит, засланных, там, китаем, хакеры на стероидах. Во-во-во, я вспомнил. Хакеры на стероидах это называлось. Да-да-да, во, интернет-хейт-машин. Значит, хакер за стероид. То есть, Панасенков хакер на стероидах теперь. Награда за комментарий 4 цента. Не густо, но, как вы видите, не густо. Нашлось немало желающих. Пара секунд на комментарии. Оставить их можно немало, пока тебя не забанят. Некоторые даже не утруждали себя и копировали текст прямо из объявления. То есть, современные средства позволяют таким манипуляторам, как Панасенков, создавать видимость массовости, сплоченности адептов очередного фрика. К слову, под последнее видео, посвященное заявлению Савельева о том, что Керченский Стрелок был аутистом, также набежали люди, аккаунты которых находятся в базе данных СММ-агентства, что специализируется на платном комментировании. Правда, эти работники не то чтобы защищали самого Савельева, а скорее отстаивали его тезис о ментальных расстройствах Стрелка. Кремлеботы впрягаются за Саву. Я думал, меня сложно удивить. Тем не менее, если заглянуть под видео с самим Савельевым и почитать повторяющиеся хвалебные оды, то тоже возникают кое-какие сомнения. К слову, платными могут быть не только комментарии. Так, судя по статистике голосований за номинатов в РАУ, всплески активности были направлены на то, чтобы, не дай бог, Понасенков не занял какое-нибудь почетное место. Как бы то ни было, подобные методы применяют не только для набегов на различные ресурсы и личностей, их применяют для накрутки хвалебных отзывов на различных книжных сайтах. Повторяющиеся описания, аккаунты одних и тех же людей, зарегистрированные из разных соцсетей, и все те же наглые копирования примеров объявлений от заказчика. Таких хвалебных од стоимостью уже 8 центов насчитываются десятки. Ссылку на расследование я оставлю в описании. И это серьезная проблема. Представьте себе низкую... Не, реально, я ничего не читал про двупалатное сознание. Мне интересно, я иллюминативист. Сознания не существует. Все. Мне не вдохновляют вот эти все экзотические теории. Расширенное сознание, двупалатное сознание, блядь, квантовое нахуй сознание и прочее ебель. Там, квалия, аниме, манги, тупое говно тупого говна. Говно. А на сегодня все. До новых встреч. ...человека, выбирающего, чтобы почитать из исторической литературы. Доверившись таким неумеренным похвалам в адрес крайне сомнительного произведения, он, вполне ожидаемо, выберет его. Накрученные очки на таких сайтах это явление, с которым, безусловно, нужно бороться. Мне не нужны очки, мне нужна истина. Эх, если бы Евгений был хотя бы в половину так же добросовестен, как и остр на свой язык, возможно, в мире было бы одним фриком меньше. К слову, об остроте языка. Кое-какие навыки в риторике Евгений явно отточил во время близкой дружбы с гораздо более известным медийным господином Александром Глебовичем. Сегодняшний мой гость обладает настолько красивым интеллектом, что он мне не может не нравиться, я им не могу не восхищаться. Ну, они разосрались в итоге. Ну, Панасенков значительно круче Невзорова, на мой взгляд. Невзоров просто ебанутый дед, который, ну, даже не смешной уже. Потому что, потому что он не может в мемы. То есть у него постоянно вот эти вот уебанские попытки запустить какой-нибудь новый мем про себя, про самого. Хотя бы, чтобы его обсирали, блядь, хоть что-нибудь. Ну, нет, всем насрать, блядь, на Невзорова. Я не вижу ни где никаких мемов с Невзоровым. Я обитаю в интернете, по сути дела. Никто, блядь, его не форсит. Никто не пришел на встречу. Нету, ничего нету. То есть он, как бы, если на его канал зайти специально, там какие только, блядь, каких только видео нету, он скачет вокруг резиновые, резиновые елды, блядь, он что-то пляшет по каким-то улицам, еще какую-то хуйню творит. И вот, что-то еще, блядь, происходит. Нихуя ничего. Всем насрать абсолютно. Он, блядь, лошадей пытался латыни учить. Даже про эту хуйню уже никто не помнит. То есть, ну, это реально попущенный, короче. Как сказал бы Чиж, чепуха, нахуй. Невзоров-то, чепуха, нахуй. Представлять я его долго не буду, потому что у него очень много занятий, в которых он блестящий, успешен. Я просто скажу, что у меня в гостях Александр Невзоров. Я неспроста взял вначале пример политику. Ведь такие вещи, как политические дебаты, перенесенные в сферу медийных шоу в стиле дебаты между эволюционистами и креационистами, или дебаты о пользе и вреде ГМО, или дебаты о статусе теологии, как нельзя лучше иллюстрируют абсолютнейшую провальность данного метода в тех случаях, когда вам нужно докопаться до правды, а не подтвердить собственное предубеждение. Если вы посмотрите на то, как проходили дебаты между известным биологом и популяризантом... Да, не надо вступать в дебаты, хуйня. Долбоебы придумали, блять. Зачем? ...науке, Александром Марковым и какими-нибудь креационистами, или взглянем на полемику, например, Михаила Гельфанда и какого-нибудь Кураева на тему... Да, где Гельфанд Бибу пососал. Хороший пример. ...появление кафедры теологии в некоторых вузах, то увидим неутешительную картину, более осведомленные и интеллектуально честные люди в глазах широкой общественности часто уступают сладкоголосым болтунам. Да, охуенно, осведомленные, пиздец. Дискуссия была про кафедру теологии, не про... это... как это называется... биоинформатику или в чем там Гельфанд специализируется. Ну... Он не был более осведомлен. Опять-таки, стоит понимать, что если у человека есть корочка в какое-то дисциплине, не значит, он затащит в дискуссии против попа автоматически. То есть, он может быть сколько угодно, значит, математикам, биологам, кем угодно, но... если дискуссия не об этом, с какой стати он должен затащить против попа, почему? Всрал. Такие демагоги, играя на все тех же особенностях нерационального восприятия, показывают себя как уверенных и доминирующих аплагетов своих воззрений, тогда как уч... Ну да, 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 особенно когда у них еще и аргументы лучше, это совсем, совсем ужасно. Зачастую приводят слишком узкоспециализированные, возможно, непонятные, широкой аудитории примеры, делают оговорки и так далее и тому подобное. Да, именно, да, в этом была проблема. Не в том, что Гельфанд просто полез, хуй пойми, я из-за, что... Не в том, что Гельфанд, как и любой популяризатор науки, выступает против наличия кафедры теологии и богословия в, значит, российских вузах просто потому, что основываясь вообще ни на чем. Почему бы не быть в кафедре богословия, это в чем проблема-то? Вы лучше Гарварда, что ли, я понять не могу или что? Че там, блядь, Оксфорд, Гарвард, хуярвард, блядь, МГУ, нахуй, во, седьмая раса. Что за пиздец? В чем проблема-то с кафедрой богословия, что не так? Нет, фу, не хочу, не хочу богословия. Ну вот на этом аргументация Гельфандой закончилась, поэтому он бибу и пососал в этой дискуссии. Выступают своего рода занудами. Так, в тех злосчастных дебатах Александр Марков приводит в качестве примера методы исследования эволюции такого класса, как морские ежи. Естественно, это не вызывает никакой реакции у оппонентов и аудитории. Им это просто неинтересно. А поп же, демонстрируя банальное непонимание аргумента и чудовищную биологическую неграмотность просто говорит о том, что нет видов ежей, которые стали бы другими видами. Ежи так и остались ежами. И ему все рукоплещут. Ничто не мешало ученому вынуть голову из сраки и, в общем-то, придумать простой аргумент. То есть, как минимум, как минимум, как только поп начинает говорить про то, что я верю в микроэволюцию, но не верю в макроэволюцию. То есть, можно было бы тут, тут, блядь, казалось бы, ученый, то есть, у человека мозг такой, что, блядь, из него кресло съездил. Может, и противника по шахмату. Ну, казалось бы, ученый, вот такая голова, блядь. Но, что бы не приметить ложную дихотомию между микроэволюцией и макроэволюцией? Почему бы не сказать, что, блядь, этого нет? Поп, ты это выдумал? Ты выдумал какую-то хуйню и ее отрицаешь? Как бы, то есть, тут не требуется даже какого-то артистизма адского, да, то есть, не требуется быть понасенковым, чтобы вот ими еще и кривляться при этом хорошо, да, но хотя бы, хотя бы уметь контраргумент сделать. Это же не на православном канале, по-моему, было, да, это же, это ТВЦ, да, то есть, это не Спас, это не Спас, не Царьград, блядь, то есть, они бы не стали вырезать аргументы, если бы у Маркова были аргументы именно в дискуссии, но проблема в том, что ученый автоматически, в особенности не просто любой ученый, а именно вот ученый популяризатор, да, всегда считает, что если, сейчас я приведу эмпирические, блядь, какие-то данные, никак их ни с чем не свяжу, блядь, просто типа вот, смотрите, у нас морские ежи, мне это было пиздец интересно, читать про морских ежей, блядь, значит, вам всем это будет сейчас пиздец интересно, и на вас это повлияет, так у него это еще, блядь, логически никак не связано, в общем-то, друг с другом, как правило, потому, в случае с Марковым, не знаю, может быть, кстати, у него логическая цепочка была выстроена идеальная, то есть, в принципе, ну, лекции Маркова я слушал, они, в общем-то, достаточно толковые, но, тем не менее, подойдем не с логической, с позиции риторики, то есть, даже если не с позиции именно логики подходить, а с позиции риторики, просто, методологии ведения дебатов, зачем ты лезешь с какими-то данными, и так далее, нахуя, тут не нужны никакие данные, это, это как карточные ваши эти игры, как бы, для детей, солнца, блядь, в которые вы играете постоянно, вот эти, Magic the Gathering, Гвинт, Хардстоун и прочие ебель, не нужно выкладывать постоянно все карты, то есть, вот у тебя есть куча каких-то данных в голове, заархивированных, про каких-то ежей, блядь, про каких-то ежей, про морские, блядь, огурцы в жопе и так далее, то есть, это, это, это пиздец важно, не нужно сразу, как бы, это все, в ситуации, когда тебе говорят, я верю в микроэволюцию, но я не верю, что осина родит апельсина, блядь, я не верю в макроэволюцию, нужно просто сказать, поп, ты выдумал какую-то хуйню, теперь ее отрицаешь, то есть, обращаю внимание, ничего даже знать не надо, для того, чтобы бороться с этим аргументом, то есть, вы понимаете, в чем-то, в чем проблема, на самом деле, чтобы разъебать попа, в такой дискуссии, не нужно вообще ничего знать, точнее, я не имею в виду, что нужно ничего не знать, я имею в виду, не нужно ничего, не обязательно быть, как бы, ученым, образованным человеком, и так далее. Таких примеров можно привести десятки, ведь практически каждый отечественный фрик, вместо ответа на имеющиеся претензии, ответа с пруфами, предлагает выступить в публичной полемике. Ну только, предупреждение, как бы, я не знаю, это, трэш-мэш, очень специфический способ нашел, как, оправдать свое нежелание, дебатировать, с, несогласными. Я думаю, не стоит объяснять, по какой причине они это делают. Дебаты, это не про выяснение истины и доказательства, дебаты, это про навыки в демагоге. Нет, конечно, в идеальном мире, где оппоненты не являются идеологически предвзятыми, где все, включая аудиторию, добросовестные, не идеологически предвзяты вообще все, в принципе, да, то есть, 10 человек из 10. То есть, тут проблема не в этом, проблема в том, что популяризаторы науки, которые, популяризаторы, то есть, одно дело ученые, да, там, гельфант и так далее, которые, что-то, что-то действительно делают, там, пишут работы, цитируемые, задачи лаборатории, сидят, там, что-то раз, мы, другое дело, популяризаторы науки, популяризаторы науки, не могут в риторику по какой-то неведомой мне причине то не публицисты обращаю внимание популяризатор от а науки и публицисты это публичные люди и в принципе в принципе могли бы иметь навыки ведения дискуссии хотя бы какие-нибудь не обязательно быть жириновским для этого ряда из крайности в крайность мотаться надо просто понимать что когда пытаешься переманить аудиторию на свою сторону не нужно блять апеллировать к примеру из жизни морских ежей например то есть вообще кругом радуга пони бабочки дебаты могут работать но проблема в том что наш мир не идеален сам формат располагаешь мир не идеален потому что ты блять в дебаты не можешь просто то есть это все очень до мир не идеален но проблема в том что не идеален он не из-за твоих оппонентов которые пользуются демагогическими приемами да замечательно как угодно это можешь называть демагогическими приемами и так далее навыки ведения дискуссии называется умея разговаривать публично да то есть без склеек без сценария такой момент умение придумывать аргументы быстро достаточно не из жизни морских блять ежей это к нечестной игре и манипуляции проблема именно в этом таким образом практически в любой публичной медийной полемике доминирующее положение занимает не сила аргумента не пруфы а навык манипулирования аудитории и способность выглядеть всеведущим авторитетом да безусловно именно так это и выглядит причем неважно за счет чего ты раздуваешь свою позицию в глазах публики будь то тесные личные связи с якобы выдающимися людьми или умение петь о котором ты заявляешь при каждой удобной возможности да это тоже кстати фанаты восхищаются пением поносенкова сейчас разоблачение пение поносенкова начинается а быть может перечисление кучи фамилий авторов с трудами которых ты знаком и которые при этом не относятся к обсуждаемому предмету от слова совсем чарльз лайли если это вам что-нибудь говорит стенон энгельс декарт ламарк любое выставление такой вот эрудированности да и даже слова о собственном росте или аристократическом происхождении для раздувания публичного авторитета сгодится абсолютно все оба чем мешает сказать а причем тут блять твой рост дед то есть вот 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 что мешает законтрить аргумент от роста или аргумент от пение в чем проблема этого непобедимые какие-то аргументы то есть это как короче пыль в глаза бросить типа все пиздец я понять не могу в чем проблема и в этом плане у невзорова можно действительно очень многому научиться ну видимо поносенков и позаимствовал да и имеет смысл учиться у невзорова блять он сколько сколько себя не пытаются пиарить через клипы каких-то блять поэта этих попсовиков через и зау рэперу кого-то в клипе был через сотрудничество с благерами и так далее а всем все равно невзорова насрать блять как так как-то так интересно получается может потому что он уныл ему так то есть просто не способен контент производить не знаю может быть а может нет волк роли 100 рублей пауль фейрабент лучший популярицатор науки да неопределенно тимур сиваков 100 рублей если я буду год на тебя подписан ты сделаешь из меня человека не могу обещать не могу некоторые из его умений полемисты за александра глебовича и впрямь выдающийся его троллинг особо океанных представителей церкви это отдельный вид искусства не знаю поносенкова лучше было причем на радио свобода то есть он в общем-то дискутировал с довольно толковыми попами но вот в последнее время я все более склонен считать что такая характеристика как выдающийся полемист это вовсе не комплимент минутка автопа вообще когда меня спрашивают они взорове я не могу не заметить экстравагантное поведение этого человека поведение во многих случаях позволяющие выглядеть выигрышно в каких-нибудь дебатах чего только стоит одно его появление изгоняющая попов из теле эфира вот только когда речь заходит о проявлении этих же поведенческих моделей в полемике вокруг его работ становится слишком заметной его грязная игра приписывание оппонентам того чего они не утверждали избирательная работа с источниками обесценивание слов оппонентов путем отнесения их к идеологической группе которой они себя никогда не относили и сильное искажение информации как это можно было видеть на примере его давнего конфликта с порталом антропогенез ру давным-давно я полагал что некоторые карикатурные выпады невзорова это что-то вроде исполнение своей роли но так было до тех пор пока я не наткнулся на него видео где он рассуждает о худобе пухлый горячий мягкий невероятно ароматический лаваш выдали кусочек лаваша и мне что сделал я я его разломал с агиталью осуществив такой вот разрез и на протяжении полутора часов все эти кино билиберды которые мне пришлось наблюдать я его я его не упал и знаете дело ведь даже не в столь пафосном и красочном описании куска хлеба когда человек применяет анатомические термины к процессу разламывания лаваша причем применяет их неправильно то у меня начинает возникать подозрение что этот человек настолько стал заложником образа что навеки слился воедино с этой карикатурой на воланда в своей голове после того как отношения невзорова с поносенковым разладились он и вовсе начал транслировать очень странные мысли об исторической науке в целом а история вообще не является наукой потому что мы никак не можем воздействовать на прошлое то что делает поносенков возможно и не является наукой однако у истории есть свои научные методы как традиционные так и на стыке различных научных направлений как например культурно-революционный подход что в последнее время набирает все большую популярность в академической среде история наука независимо от личных отношений невзорова и поносенкова меня правда удивляет эта нелепость невзорова смотрит немалая группа людей многие из которых ну так негласно относятся к такой интеллектуальной элитки неужели личные дрязги стоят в его системе ценностей выше чем ответственность за сказанные слова видимо именно так особенно с учетом того что примерно такие же слова невзоров начал говорить об антропологии после конфликта с порталом антропогенез справедливости ради стоит заметить что примерно такие же слова об истории позволяют себе высказывать некоторые популяризаторы причем высказывать интервью с американскими коллегами вроде майкла шермера не знаю под действием ли невзорова или подобных ему личностей но тренд явно нездоровый как бы то ни было грязные полемические приемы не только гарикатурно воспринимается в моих глазах они обесценивают сам предмет обсуждения она но справедливости ради то что история не наука это в общем то эта позиция которую можно защитить при остром желании то есть критерий поппера все дела вот по поводу интеллектуальной элитарности невзорова не знаю у кого могло быть изначально такое впечатление я не помню ни одной умной вещи которая невзоров когда бы то ни было сказал бы в принципе вообще и 1 это какой-то журналист были без образования дурак тенков в своей риторике является точно такой же карикатурой даже более ярко выраженной я искренне не понимаю как человек без нарциссического расстройства может всерьез рассуждать о собственной исключительности якобы превозносящий его над оппонентами как это делает наш женя человек высокий с жестом с мимикой с талантами многочисленными с десятками тысяч поклонников действительно с капитальными трудами мимика жест рост внешность успех все прочее но видимо именно поведение такого человека как поносенков в публичной дискуссии это то чего жаждет его публика лаваша простите хлеба и зрелищ действия поносенкова как минимум выдают в нем недобросовестность местами доходящую до откровенных манипуляций но что еще хуже по-видимому именно такие методы работают сбор средств на якобы работу с источниками для очередной книги маэстро на крабфандинговой платформе уже составил около 220 процентов от плана это при том что еще до самой работы с источниками для создания этого капитального труда в описании предлагаемой книги указаны идеологические повестки и выводы которым придет поносенков не иначе у него и дар предвидения будущего имеется вообще странно что с такой погоней за регалиями он еще не стал первым человеком который получил премию имени гарри гудини ведь экстрасенсорные способности на лицо кто виноват и что делать очевидно виновата человеческая природа до тех пор пока публика жаждет зрелищ публичных жарких обсуждений в которых непререкаемые авторитеты с ответами на все вопросы будут обещать нам решение всех наших проблем публичные обсуждения в которых непререкаемые авторитеты публичное обсуждение имеется ввиду я так понимаю дебаты потому что у него кадры из всяких дебатов в прямом эфире на дебаты обсуждения дискуссии непререкаемые авторитета блять ну по-моему как раз таки если где есть манипуляция то это вот тут серьезно то есть это именно попытка подменить здесь дискуссия это отсутствие дискуссии дебаты это непререкаемые значит там авторитеты будут то есть ну как в церкви всем всем же известно что дебаты это вот значит надо верить так работает правильно дебаты . сидишь просто как бы одна сторона говорит а все остальные сидят слушают правильно так дебаты выглядит короче треш смеш просто оправдывает тот факт что не способен участвовать в дебатах в принципе не имеет никаких навыков введения дебатов не имеет навыков говорить без сценария и без клик собственно и все это он пытается прикрыть примитивной подменой понятий который позавидовал бы не знаю даже президент макрон пожалуй ну я напомню это макрон недавно сказал что национализм это предательство патриотизма национализм это противоположность патриотизма националисты это предатели родин то есть подмене понятий позавидовали бы люди короче из этого из 1984 в принципе запросто так карамбол 100 рублей усмешен мизантропия он думает что гуи не могут понять аргументы а только смотрят на то что риторически сильнее честно говоря я тоже не особо верю что все зрители могут нормально оценить аргументы распознать логические ошибки мне тоже кажется что риторический скилл очень важен в дебатах плюс веруны слушая дебаты просто слепо послушают папа так надо таргетировать свои высказывания веруны которые во время дебатов просто слушают папа у них ничего в голове не происходит в это время но они не должны быть целевой аудитории твои аргументации это все очень просто когда рекламируешь капли для глаз у тебя вот слепые люди они включены в как называется целевой сегмент рынка на который ты ориентирован нет не включены капли для глаз они для людей которые на что-то смотрят у них из-за этого глаза чешутся то же самое и в общем-то в ораторском искусстве всегда абсолютно думай про аудиторию плем раскрытие всех тайны и так далее и тому подобное мы вряд ли приучим себя как следует анализировать доказательства и положительно реагировать на то что человек может сказать слово не знаю выражать сомнение пока же на публику производят впечатление такие персонажи как евгений николаевич набирающий в свои ряды не только ботов но и идейных последователей готовых срывать мероприятия не угодно их господину нами всеми будут манипулировать я полагаю что в мире где большим достижением человека считалось бы способность как следует разобраться в ситуации принять рациональное решение нежели и способность победить в дебатах или совершить эпатажную выходку нам всем жилось бы чуть-чуть получше но это не точно я не знаю как бы нам всем жилось на самом деле пока да да то же дебаты они именно про то что нужно как поносенков короче выйти с платком начать кривляться блять петь сказать что ты высокий поэтому заебись то есть это также люди в дебатах побеждают всегда то общеизвестно это обращает дебатов передача к кавалер к барьеру туз ловила типичная так все дебаты всегда выглядят зачем искать противоречие в речь собеседника врус либо про морских ежей рассказывать либо значит кривляться и пердеть ртом чего среднего ничего нет образовательно-развлекательный канал убер маргинала ссылка в описании